Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о процессе строительства дома из газобетона. Перед нами дом с размерами 10 на 10 метров в плане по типовому проекту Вилла-2. Я расскажу вам о процессе его строительства. В доме задуманы 4 спальни, 2 санитарных узла, техпомещение и жилая зона. Площадь здания 151,3 метра, отапливаемая площадь здания 147,3 метра. В 20-х числах февраля, перед заморозками, мы очистили участок от снега, чтобы грунт промерз. По промороженному грунту в марте вглубь участка прошли машины с песком, с щебнем, с блоками. С начала апреля, в первой половине мая тяжелые машины увязли бы в мягком грунте. К началу работ основные материалы были завезены на участок и не мешали въезду и разгрузке других автомашин. Как только грунт подсох, после размораживания, в середине апреля мы завезли остальные материалы и приступили к земляным работам. Для прокладки коммуникации перед отсыпкой основания песком мы уложили все гильзы подземных коммуникаций. Это техническая и фекальная канализация, ввод воды в дом, ввод силового и слаботочного кабеля, шина линии заземления. Далее на грунт укладывается геоткань и выполняется подслойная отсыпка песком и уплотнение песчаного основания. Одновременно с подготовкой основания выполняется круговой дренаж, прокладываются траншеи и укладываются дренажные трубы, геоткань, дренирующая отсыпка щебня. По углам участка пятна застройки устанавливаются ревизионные колодцы для чистки и обслуживания системы. В нижнем углу участка монтируется бетонный водосборный колодец. В этот колодец приходят дренажные трубы. А для организации принудительного отвода воды, эпизодически или постоянно, в колодец проложена труба для водоотведения и кабель для возможности подключения дренажного насоса. Мы выполняем монтаж теплоизоляционного поля из экструдированного пенополистирола. Опалубка плиты высотой 0,6 метра. Для каменных домов мы считаем, что применение более тонких плит в Подмосковье ведет к неоправданным рискам. Интернет наполнен предложениями по устройству фундаментных плит для каменных домов с толщиной 300 или даже 250 миллиметров. Но мы на основе своего опыта предпочитаем делать плиту с ребрами толщиной 0,6 метра и не встречаться с заказчиками в судах и на экспертизах через 2-3 года после строительства. Вот опалубка раскреплена и готова к бетонированию. На этом этапе обычно монтируются трубы отопления теплым полом. Трубы заполняются антифризом на основе пропиленгликоля и производится опрессовка систем. При бетонировании система находится под давлением. Итак, выполняем бетонирование плиты. Затем производим упрочнение поверхности так называемым вертолетом. Вот так выглядит готовый фундамент. Мы получаем плиту с поверхностью, соответствующей требованиям к укладке финишных напольных покрытий. Через неделю бетон уже набрал 70% от проектной прочности и мы начали кладку стен. Кладка основной несущей стены выполняется из блоков с размерами 300 на 250 на 600 мм от компании Бонолит на клей с низкой теплопроводностью. В этом доме запроектированы внешние стены из блоков с толщиной 300 мм и плотностью 500 кг на кубический метр. При выполнении фасадной облицовки кирпичом стеновые блоки будут утепляться полужесткими минераловатными плитами Rockwell с вентиляционным зазором 40 мм. А выпущенные из складки базальтовая сетка и дистанцирующие связи обеспечат надежное крепление кирпичного фасада. Далее мы монтируем перекрытие. Армопояс с сечением 130 на 160 мм с двумя стальными стержнями диаметром 12 мм выполняется по периметру плит перекрытия. Производим анкировку плит перекрытия. Вот стены возвели до проектной отметки. Установили закладные для крепления верхней обвязки, которые свяжут стены с перекрытием и кровлей. До приезда плотников-кровельщиков мы сложили межэтажные перегородки и отлили межэтажную лестницу. Перед нами дом после отъезда каменщиков. Заехали плотники-кровельщики, они смонтировали верхнюю обвязку, мой эрлат. Собрали леса и вставили под стропильные балки. Собрали входную группу с собственной кровлей. Выполнили монтаж стропильной системы и кровельное покрытие. Вот так выглядит строение после отъезда плотников-кровельщиков 15 июня. А мы пройдем внутрь здания и посмотрим, что было выполнено на этом этапе работы. Перед нами холл первого этажа и лестница на второй этаж. Еще один вид на лестницу и межэтажное перекрытие. При изготовлении лестницы важно учитывать фактические отметки чистого пола первого и второго этажа после выполнения финишных работ. Вот лестничный холл второго этажа и мы заканчиваем осмотр дома, построенного из газобетонных блоков. Работы по устройству дома по проекту Вилла 2 размером XS в комплектации Камень Лайт закончены и мы передали строение заказчику. Спасибо вам за внимание. А если вас интересует строительство дома полностью готового к проживанию, то посмотрите видеоматериалы на нашем канале в YouTube или посетите одну из наших презентаций. С вами был я, Андрей Бобренков, а компания БАКО строит дома для жизни. Ищите нас в Яндекс.Дзен и вступайте в группу во Вконтакте. Ссылка в описании ролика. Субтитры сделал DimaTorzok